Продолжение следует... Раньше была вера в них, а сейчас ее нет, сказала жительница Еревана. Другой опрошенный выразил недовольство деятельностью Николы Пашиняна, который в свое время говорил о необходимости снижения цен на электричество. Жизнь стала дорогой. Ничего хорошего не ждите от этих властей. Пашинян всегда врал. Говорил, цены на электричество не будут расти. Он всегда лгал, он лгун и всегда врет. Очень тяжело. Все дорожает. А зарплаты и пенсии не растут. Все делается для того, чтобы люди уезжали из страны. Все готовы уехать из Армении. Ничего радостного нет. Люди уезжают, чтобы нормально жить. Мы тоже уедем. Даже если для этого нужно будет взять в долг. Мой отец и брат скончались. Как же моей матери жить на 40 тысяч драм? 83 доллара. Как платить за коммунальные услуги? Раньше на что-то надеялись, но сейчас надежды на эту власть нет. Почему мой ребенок, который прошел кровавую войну, теперь должен ютиться на улице? Никто не помог ему. Пожалуй, женщина средних лет. Ужасно дорого. Вчера были одни цены, сегодня другие. Рис, сахарный песок, кофе. Все очень дорого. Кофе вчера было за 2900, а сегодня 3200 драм. Пожалуйста, пожилая жительницей армянской столицы. Один из респондентов сообщил, что власти дают только обещания, а практически ничего не делают. Что они хотят от измученного народа? Все дорожает. Страну нельзя содержать за счет одних поступлений от сбора налогов. Нужна работающая экономика. Власть общается с народом только посредством телевидения. Напрямую не могут, потому что так легче обманывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok